Девушки отдыхают Получили возможность решить свою проблему под присмотром профессионалов Два тренера Две команды Один выбывающий участник каждую неделю Я не могу отказать себе в удовольствии Я почувствовала Мы встретимся очень скоро Жир – это то, что сокращает вашу жизнь Это правда тяжело Когда ты не можешь нормально даже подняться по лестнице. Когда тебе говорят, что ты толстая, как баржа. Я никогда не прыгала, не бегала. Не могу выйти на пляж. Стесняюсь познакомиться. Я хочу, чтобы вы меня любили. Хочу хорошую жизнь. Но для этого им придется узнать, что нет ничего тяжелее, чем стать легче. Да я сейчас в оборот. Брохнув. Ты не жертва, ты боец. Пройти через искушение. Ну что? Ну что? Ваше здоровье, господа. Преодолеть себя. Раз! Раз! Пошли, пошли, пошли! Давайте, ребята, дожди! Пролить пот и слезы. И умереть, чтобы родиться. Вперед иди! Останутся только те, кто полон решимости бороться за новую жизнь. И призовой фонд в 3 миллиона рублей, который разделит между собой победитель шоу и лучший из выбавших. Вставай на весы. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! Я рада видеть вас на финале шоу, которое действительно меняет людей. 15 недель вы следили за тем, как 18 человек, жизнь которых избыточный вес превратил в настоящий кошмар, самоотверженно боролись со своей проблемой. Сегодня мы наконец-то узнаем, кто из них получит право носить имя лучшего из лучших. И кому достанется наш главный приз в размере 2,5 миллионов рублей. Наши финалисты появятся на сцене буквально через несколько минут. Но им никогда не удалось бы добиться таких результатов, если бы рядом с ними на этом пути не было бы таких надежных наставников. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте Ирина Турчинска и Денис Семенихи! АПЛОДИСМЕНТЫ Денис, Ирочка, по-моему, вы волнуетесь. Мы рады. Скажите, а вы помните день, когда вы впервые встретились с участниками нашего проекта? Знаете, ребята, которые участвовали в проекте, первопроходцы в своем деле. И когда мы говорили на первой, на второй, на третьей неделе, у тебя все получится, я верю, я точно знаю, ты будешь другим. Честно говоря, мы говорили это теоретически. Ни я, ни Денис не понимали, ну и немножко не верили, что это возможно. Поначалу казалось, что дело дрянь, то, что называется, прогресса не будет. Уж больно и мобильные люди, так скажем, не способны двигаться. Но я должен признать, что это, наверное, самый потрясающий опыт в моей жизни в этой сфере с точки зрения результатов до и результатов после. Без этих людей ничего бы у нас не получилось. Они лучшие в своем деле и они на нашем шоу. Напомню, что в финал вышли всего три игрока. И именно они борются за главный приз проекта – 2,5 миллиона рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание! Максим Некрылов – потомственный военный из Нижнего Новгорода. 29 лет. Увольнение из армии стало для Макса настоящей трагедией. Желание вновь обрести любимую профессию и продолжить свой род привели Макса на проект. Если я похудею, я себя вижу опять в военной форме, гуляющим со своей дочкой, с родившимся сыном, идущим, например, на парад 9 мая. С первого дня он упорно тренировался и стабильно сбрасывал вес, мотивируя своим примером остальных участников. Несмотря на брутальную внешность, Макс – один из тех участников, которым просто необходима поддержка близких людей. За возможность пообщаться с женой Макс сражался, как лев. Думаю о тебе. Очень часто ты мне снишься. Спасибо тебе за поддержку. За то ощущение вот этого именно надежного тыла, которое я ощущаю, да? Я люблю тебя, что Таша Некрылов. Я тоже тебя люблю, что Таша Некрылов. Благодаря невероятным усилиям и воле к победе, он дошел до финала. Встречайте! Максим Некрылов! Встречайте! Максим Некрылов! Макс, это чудеса! Я смотрю на тебя, смотрю на этого человека, и я вообще не верю, что это ты. Запомни, пожалуйста, каким ты был. Потому что я уверена, что ты больше никогда таким не будешь. Прощай! Максим, я очень хорошо помню, как ты переживал, когда твоя супруга не смогла приехать и поддержать тебя. Когда родственники остальных участников приехали навестить их? Она обещала, она сказала, что приедет, но за день до того момента, когда мы сказали точное время, она сказала, что она улетела в Милану по делам. У нее могут быть реальные дела в Милане? Или это отговорка, как тебе кажется? Не знаю. Но она может по рабочей сюда улететь? Может быть, наверное, можно, но не знаю. Я вижу, что сегодня Наташа здесь, в зале. Наташенька, вы не виделись четыре месяца. Максим наверняка узнал вас, конечно. А узнали ли вы Максима? Этого Макса я вижу первый раз. Этот Макс меня удивил. Но это мой Макс! Ты лучший! Ого! После таких слов мне хочется, Наташ, пригласить вас на сцену. Идите к нам. Ну как, настоящий? Живой, теплый. Очень красивый. Спасибо, Наташ. Спасибо, что вы приехали сегодня, потому что Максиму очень важна ваша поддержка. Настало время представить нашего второго финалиста. Петр Васильев живет в Калининграде. По профессии организатор массовых мероприятий. Соответственно, ночной образ жизни, постоянные ночные перекусы, огромное количество кофе, отсутствие полное движения, покупка автомобиля. То есть все вещи, в общем-то, такие, ну, достаточно обычные для тех, кто набирает вес. Петр пришел на проект, чтобы вернуть былую спортивную славу. Был капитаном команды «Синих». Привел своих друзей ко многим победам в конкурсах. И продолжил свое триумфальное шествие в индивидуальных состязаниях. Самую большую поддержку Петр нашел в лице Весты. Их отношения начинались как дружеские, но постепенно переросли в любовь. Я бы хотел сделать тебе предложение руки. Выходи за меня замуж. Ты серьезно? Серьезно, а почему нет? Петр – единственный участник, который был настолько уверен, что достигнет поставленных целей, что даже записал послание к себе в будущем. Еще я хотел бы сказать себе такому, как я сейчас, посмотри на себя и больше никогда не будь таким. Никогда больше не запускай себя до такого состояния, чтобы ты весил 150 и более килограмм. Будь таким, каким ты стал. Я уверен, что ты стал им. Петр Васильев! Петя, что ты с нами делаешь? Мне кажется, маме валерьянка сейчас понадобится. Почему нет? Узнаешь этого парня? Ну, это я, наверное. Я ужасен. Прощаемся с ним! Изыди навсегда! То, что здесь произошло, это какая-то сказка просто и какое-то волшебство. Я считаю, что это заслуга всех людей, которые нами занимались. Непосредственно Ирина, Денис, Юля, Андрей. Огромное количество специалистов, которые нам помогали. И, конечно, без них, я думаю, то, что мы сейчас видим, было бы невозможно. Петя, я тебя поздравляю. И, наконец, наш третий финалист. 27-летняя Веста Романова приехала из Санкт-Петербурга. Неудачи в личной жизни привели к тому, что Веста перестала себе нравиться и разочаровалась в любви. Я просто в последнее время ловлюсь на том, что я перестала вообще к мужчинам серьезно относиться. Может быть, я не тех себе выбираю. Скорее всего, даже я не тех себе выбираю. Ну, а как определить, тот или не тот? Проект дал Весте возможность реализовать все свои женские амбиции. Сбылась ее мечта о красивой фигуре и начинает сбываться мечта о счастливой личной жизни. Ну, я не думала, что будет так. Я не ожидала, что я, во-первых, здесь найду своего мужчину. И уж тем более не ожидала, что в конце проекта мне сделают предложение. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, встречайте, Веста Романова! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, встречайте, Веста Романова! АПЛОДИСМЕНТЫ Петя, я хочу тебе сказать, у тебя хороший вкус. Ну так, на всякий случай, Веста, ты потрясающе красива. Ну, я вот попрошу тебя, посмотри, пожалуйста, на себя 4 месяца назад. Если бы ты сейчас встретила такую девушку на улице, что бы ты про нее подумала? Я бы подумала, что она ленивая. Гори в аду. Да. Нам не нужна такая Веста? Нет. Давайте про нее забудем? Да. Вот прямо сейчас, попрощайся с ней. Пока! Я бы хотела сказать всем, девочкам, мальчикам, женщинам, перестаньте успокаивать себя отговорками, что я не могу, у меня болит, у меня нет возможности, у вас просто нет желания. Нужно начать. Просто бегайте, просто следите за собой, следите за своим питанием. Перестаньте жрать на ночь. Веста, я думаю, что у тебя очень много теперь поклонников и людей, которые на твоем примере будут менять в лучшую сторону свою жизнь. Спасибо тебе за это огромное. Дело в том, что за мной должок остался. Какой должок? Мы, когда гуляли в парке, и когда я сделал Вести предложение, я, так скажем, не все действия выполнил, которые при таких случаях делаются. Проходи. АПЛОДИСМЕНТЫ Кольцо-то важнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, я вас поздравляю! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот теперь действия выполнены. У меня вопрос к маме Весты. Виктория, а ваша дочь вам вообще сказала, что она замуж собирается? Нет. Нет? Но вот теперь вы видите ее избранника. Берем? Конечно. Конечно. Светлана, а вам нравится выбор вашего сына? Очень. Юришка, а можно вас попросить быть свидетелем у нас на свадьбе? Вот это нежданно. Ну, я уже теперь перед многомиллионной публикой не смогу отказать. Да, я с удовольствием буду свидетелем на вашу свадьбе. Ох, сегодня чувствуется финал так финал. Ира, Денис, ваше слово нашим финалистам. Безумное уважение к вам, ребят. Огромная любовь, счастье. Тренировать людей – это дело непростое. Но когда люди показывают такие успехи, и такой дух, и столько упорства, вопреки всему, вы вот меня заставили гордиться своей профессией. Спасибо вам. Я поздравляю вас, независимо от того, каким будет результат взвешивания. Но главный приз достанется только одному. Я прошу вас пройти за кулисы и подготовиться к самому важному для вас моменту. Пока трое наших финалистов готовятся к взвешиванию, я хочу напомнить, что каждую неделю проект «Взвешенные люди» покидал один участник. 15 человек за время шоу столкнулись с серьезным испытанием. Они должны были продолжать свой путь в обычной жизни. Ни один из них не прекратил борьбу с лишним весом. Кому-то это давалось легче, кому-то тяжелее. Сегодня один из них тоже получит приз. Полмиллиона рублей! Именно столько я вручу человеку, который покажет лучший результат среди участников, не дошедших до финала. Итак, я хочу представить вам человека, который первым покинул наш проект. Михаил Кананец, 31 год. Живет в городе Подольске, работает в сфере продаж. Перед самым началом проекта стал отцом. Хочу быть для дочки эталоном во всем. И в поступках, и во внешнем виде полностью. Чтобы она гордилась. Лидерские качества сразу помогли ему стать капитаном команды «Синих». Раз! 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 Пошли! Идем, не останавливаемся! Однако путь Михаила на проекте оказался недолгим. Всего одна неделя. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Михаил Кананец! Миша, если честно, я не верю своим глазам. Потому что ты в одиночку добился просто невозможных результатов. Ну, это еще не невозможные результаты. То есть это еще не конечная цепь? Нет, конечно. Мне очень хочется сказать «Прощай». Давай скажем вместе это? Давай. Прощай! Когда ты пришел к нам на проект, ты говорил, что все это ты делаешь ради своей любимой жены и дочки. Да. Сегодня они у нас здесь в студии. Миша, ты пришел на проект с весом 137 килограммов. Сейчас твой вес составляет 109,6 килограмма. Разница 27,4 килограмма. Ровно 20 процентов! Михаил, сейчас твой результат находится на первой строчке нашей турнирной таблицы. До тех пор, пока кто-то из участников не покажет разницу больше, чем у тебя, ты будешь занимать место лидера. Михаил, сейчас твой результат находится на первой строчке нашей турнирной таблицы. А я хочу представить вам участника, который всем запомнился фантастической общительностью. Вероника Маричева. 20 лет. Город Москва. Сильный стресс стал причиной набора лишнего веса. Стресс случился, когда заболелась хрюзная мама. Я каждый день к ней ездила в больницу, привозила там, кормила, ухаживала за ней. И все, тогда вес у меня увеличился очень большой. Я поправлялась просто на ходу. Будучи любимицей мамы и бабушки, Вероника никогда и ни в чем не знала отказа. Привыкшая себя баловать и жалеть, на проекте девушка столкнулась с неожиданными нагрузками и новыми для себя ощущениями. Хватит себя жалеть. Не жаляй. Делай упражнения. Я же ни разу этого не делала. Что-то еще ни разу не делала. И все время жалела себя. Проект помог Веронике стать более самостоятельной. Она поняла, что сама в ответе за свое будущее. Я получила тот волшебный пинок, который мне нужен был под зад. Я всем докажу, на самом деле, какая я сильная. И что я справилась со своей проблемой сама. Вероника Маричева. Какая красавица передо мной стоит. Кто эта девушка? Я не знаю. Убери ее, пожалуйста. Прощаемся с ней навсегда. Ее больше нет. Я знаю, что я больше нет, поэтому эту Веронику мы убираем. Вероника, давай узнаем, сколько килограммов тебе удалось сбросить с начала проекта. Итак, твой стартовый вес был 122 килограмма. Твой текущий вес... 105 килограммов и 800 граммов. Это очень хороший результат, Вероника. Итак, давайте посмотрим на разницу. 16,2 килограмма. И, наконец, сколько эта разница составляет в процентах? Вероника, спасибо тебе огромное. Михаил! Пока я с вами. Веронике не удалось превзойти твой результат. Так что ты по-прежнему лидер. А сейчас я хочу увидеть одну из самых колоритных участниц нашего проекта. Татьяна Гурьева, 43 года, приехала из Чебоксар. На проекте Тане пришлось бороться со многими своими бытовыми привычками. Вот я разозлюсь, например, и я пойду тарелку супа съем. Вот у меня вот здесь комок стоит, мне надо это выписывать, что-то съесть. Вот это у меня. Поначалу внутренняя неуверенность Татьяны не давала ей полноценно тренироваться. Таня, иди сюда. Нет, я не умею, не буду. Нет, я ни разу жизни не играла, не гоняла. Сейчас ты сыграешь. Мы с Таней в нападении. Но терпение и усердие помогли Тане преодолеть свои страхи. Встречайте, Татьяна Гурьева! Танечка, какая ты сегодня красивая. Спасибо. Тебе нравится, как ты выглядишь сейчас? Да, нравится. Я хочу пожелать тебе с каждым днем выглядеть все лучше и лучше. Я знаю, что ты, да, возможно, медленными шагами идешь к своей цели, но ты к ней идешь. И это самое главное. На наш проект Татьяна пришла с весом 166 килограммов. И, внимание, текущий вес Татьяны 144,7 килограмма. Итак, разница 12,83%. Хочу сказать, что вот из этих 20 с лишним килограммов 15 Таня сбросила за пределами проекта, то есть самостоятельно. Михаил, ты по-прежнему остаешься лидером. А теперь я хочу представить участника, с которым его команда рассталась на четвертой неделе проекта. Олег Жарков. 48 лет, город Москва. Наверное, в 90-х вот было как раз положено начало такому стабильному набиранию лишнего веса. Сложно было найти работу. Я всегда беспокойствую в каком-то, в переживании, в тревоге. Я все время за что-то беспокоюсь. Олег был самым старшим на проекте. Мудрость и рассудительность позволили ему снискать уважение всех участников. Физические возможности Олега не позволяли ему принимать участие во всех конкурсах. Но если уж он в них участвовал, старался изо всех сил. Несмотря на общие командные победы, Олег держался особняком, был сосредоточен на себе. На каждой тренировке выкладывался на 200%. Но, к сожалению, его желания не могли увеличить его возможности. Ребят, ну вот такой Олег у нас есть. Но как выглядит Олег сегодня, мы с вами не узнаем. Я хочу напомнить, что Олег пришел на проект с весом 141 килограмм. Всего за 4 недели пребывания на проекте он сбросил 14 килограммов. Но на финал он почему-то прийти отказался. Возможно, Олег обижен на команду, которая его так рано выгнала. Возможно, он не очень доволен своими нынешними результатами. А возможно, есть еще какая-то причина. Факт остается фактом. Олега сегодня в этой студии нет. В любом случае, пожелаем ему удачи. А теперь я хочу представить вам следующую участницу. Смирнова Олеся из Самары. 30 лет. На проект Олесю привели недовольство собой, чувство вины перед близкими, неуверенность в собственных силах. Я стесняюсь того, что рядом с таким ребенком идет такая мать, как я. Некрасивая, неинтересная и очень огромная. Все эти внутренние психологические проблемы не давали Олесе тренироваться в полную силу. Переломным моментом стал тяжелый, но эффективный разговор с тренером, после которого Олеся освободилась от давящего ее груза. Бей, 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 бей. Души бей. Бей, души. Сильно бей. Спасибо, Эль. И теперь все? Да. Олеся Смирнова. Встречайте. Ого. Олеся, а ты вообще знаешь, кто эта женщина? Нет, я ее уже теперь не знаю. Я не знаю. Давай-ка забудем о ней поскорее навсегда. 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 Ухали, пожалуйста, навсегда. Олеся, а что у тебя там такая забурная группа поддержки? Муж? Какой громкий муж! Олеся, что изменилось в твоей жизни после проекта? Ой, Юлечка, у меня все в жизни изменилось. Я сейчас сама себя не узнаю, я совершенно другим человеком стала. Я радуюсь жизни, я получаю от жизни удовольствие. Когда я пришла на этот проект, я просто была потеряшкой. Я не знала, что мне делать в жизни дальше и куда двигаться. Сейчас я поменяла полностью все свое мировоззрение. Олеся, а как дочка? Ты так хотела с ней гулять. Вы теперь много времени проводите вместе? Да, мы сейчас очень много проводим времени вместе. Мы ходим практически каждый вечер на площадке. Я теперь не стесняюсь ходить в школу на родительские собрания. Да, что, между прочим, до этого было проблемой. Для меня это очень важно. У меня все изменилось. Я счастлива. Ну, конечно же, очень хочется еще и посмотреть, каков твой результат в цифрах. Да? И удастся ли тебе сместить на месте лидера Михаила? Давай посмотрим. Ты стартовала на нашем проекте с весом 169 килограммов. Твой текущий вес? 129,6 килограмма. Супер! Супер! Вот это цифры. Итак, разница составляет... И это 23,31 процента. Михаил, увы и ах, я вынуждена признать, что Олеся становится новым лидером. Она возглавляет нашу турнирную таблицу. Приятно? Очень. Хочу представить вам следующего участника нашего шоу. Александру Шикатько 26 лет. Он из города Иркутска. После смерти мамы Саша потерял смысл в жизни. После того, как мама не стала, нигде не работал, ничем не зажимался, бросил музыку, просто пил и ел. Кутил. Уже на первом взвешивании он громко заявил о том, о чем другие участники боялись сказать вслух. Устал не позволять себе всего того, что вижу вокруг себя. Устал не ездить на велосипеде. Устал не бегать, устал не иметь семью, не иметь жену. Устал. Я из этого проекта вынес нового себя. Взрослого, взвешенного человека, который хочет завершить то, что он начал довести до конца. Александр Шикатько. Сашенька, тебя не узнать. Вот этот парень, он весил 220 килограммов. Как ты к нему относишься? Тяжелый случай. Ты хочешь, чтобы он исчез навсегда? Да. Никогда не возвращался? Никогда. Ну давайте. Взлетел! Взлетел! Для того, чтобы участвовать в нашем проекте, тебе практически пришлось изменить свою жизнь. Ты бросил работу, ты уехал. Как сейчас течет твоя жизнь, когда ты вернулся в Иркутск? Я занимаюсь собой, продолжаю худеть и начал вести свой видеоблог, в котором рассказываю людям с такими же проблемами, как у меня, о том, как я с ними справляюсь, делюсь опытом. И, в общем, вместе мы худеем. Итак, Саша пришел к нам на проект с самым большим весом. 220 килограммов. Сашенька, твой текущий вес? 181 килограмм и 700 граммов. Это отличный результат. Разница составляет... 17,41%. Олеся, ты пока удерживаешь первенство и остаешься лидером турнирной таблицы. На восьмой неделе проекта у нас произошел инцидент. Я хочу вам его напомнить. Если вы будете возмущаться, то я введу все-таки ограничения по времени, и тогда у нас будет не победившая команда, а проигравшая команда. Когда синие хоть в чем-то косячат, все замечают. Просто синие слишком много разговаривают. Ну, конечно. Самое хорошее, что умеет женщина, это замолчать вовремя. Ты этим качеством не обладаешь пока. Надеюсь, этот проект тебе поможет в дальнейшем жизни. Он вообще мне ничем поможет. Не может не похудеть, не научиться молчать. Если тебе что-то не нравится, ты прямо сейчас можешь выйти и не вернуться больше в этот проект. Человека, с которым я тогда вступила в диалог, звали Жанна Архистова. Кстати, хочу напомнить, что она пришла на проект с весом 143 килограмма. А покинула проект с весом 126 килограммов. То есть сбрасывала она весьма неплохо. Мне безумно жаль, что эта девушка покинула наш проект. Кстати, я знаю, что сама Жанна тоже об этом сожалеет. Она записала в видео послание для участников шоу «Взвешенные люди». Дорогие мои, здравствуйте. Я безумно рада за вас, за всех. За тех, кто особенно дошел до конца. Я, конечно, жалею, что я покинула проект так рано. Я поддалась своим эмоциям и не смогла с ними совладать, чтобы остаться с вами. Но во всем есть свои плюсы, как говорится. Возможно, если бы не это моя ошибка, я бы многого не осознала. Ребята, я всем вам желаю удачи. Я за всех болею. Главное, помните, что вы уже победители. А я хочу представить вам следующего участника нашего шоу. Москвичке Маше Погоржельской 21 год. Детство Маши прошло в детском доме. Я родилась в 92-м году. Жила с мамой, с папой сначала. Ну, потом родители у меня начали злоупотреблять алкогольными напитками. Они ругались часто, дрались. И в один прекрасный момент за мной приехала полиция с бабушкой. И забрали меня в приют. Внешне жесткая и уверенная в себе, Маша оказалась ранимым подростком. Ей не всегда удавалось держать свои эмоции под контролем. Я не могу больше. Можешь! Ты здесь зачем, Маша? Чтобы похудеть. Тренеру пришлось буквально преодолевать сопротивление строптивой Маши, прежде чем она смогла поверить в собственные силы. Сама! Жми! Еще! Сама! Можешь! Хоп! Хорошо быть человеком-героем. Офигенно. Вы себя классно не представляете. Встречайте, Мария Погоржельская! Машенька, я не узнала тебя. Как тебе идут платья, как тебе идет красный цвет, как тебе идет эта женственная прическа. Тебе самой нравится? Да. Как ты себя чувствуешь на каблуках? Нормально. А вот я уверена, что вот эта Маша на каблуках ходить даже не умела. Это правда? Нет. Не умела? Нет. Давай скажи мне до свидания. Прощай. Прощай или до свидания? Прощай. Навсегда? Да. Прощай. Машенька, я смотрю, у тебя там группа поддержки, которая прослезила вместе с тобой. Кто это? Да, мои подружки. Девчонки, вы когда-нибудь видели такую Машу? Такую никогда. Она всегда была красоткой, но настолько красивой, и она пристала перед нами впервые. Мы очень гордимся тобой, Маш. Мы себя очень любим. Я вас тоже люблю. Что ты чувствуешь внутри себя? Какие изменения произошли? Изменения произошли колоссальные, потому что я чувствую себя легче. Я чувствую себя увереннее. Я чувствую, что я поменялась. Мне это очень нравится. Ирина, тебе огромное спасибо отдельно. Да, я сложная. Да, у меня трудный характер. Но я старалась делать все, как могла. Я всегда в тебя верила, а сейчас я вижу, что ты поверила сама в себя. Я счастлива твоими результатами. Супер! Молодец! Спасибо большое. Маша, твой стартовый вес на нашем проекте. Позор. 126 килограммов. Твой текущий вес. Внимание! Внимание! И 900 граммов! Вот это да, Машуня! Вот это удивило, так удивило! Ну что? 27,86. Маша, и ты становишься новым лидером. Умница! Итак, мы продолжаем. Внимание на экран. Влад Ушаков приехал на проект из города Геленджик. Ему 32 года. В самом начале проекта Влад определил свои главные качества. Я ленивый и очень вредный. Так как ты думаешь, ленивому и вредному человеку найдется место на нашем проекте? Конечно. На протяжении всего шоу Влад пытался скрывать свою лень за барабадой и клоунадой. Влад доставлял массу неприятностей своему тренеру. Денису приходилось буквально за уши тащить своего подопечного в светлое будущее. Влад. Не хочу я все. Влад. Ты чего? Не хочу я. И лишь к концу своего пребывания на проекте Влад понял, что проливая литры пота, он идет к совершенно другому качеству жизни. Влад, мужик! Вот так, да! Молодец! Вот он, дух! Во плане есть дух! Меня здесь научили, как правильно надо питаться, жить и зачем вообще человек создан. Владислав Пушаков! Опа! Я чуть не уписался там от страха. От страха увидеть этого человека? Да, да, да. Вот это вот. А ты знаешь, кто это? Ну, когда-то это было мною. Может, стоит уже распрощаться с ним? Да, давай, убираем. Убираем? Да. Наверх? Ну, а куда еще? Да, наверх навсегда. Ну, я не знаю, что ты его вынести хочешь. Не, ну я его не заберу однозначно. Давно мы с тобой не виделись. Да, кстати. У нас тут на проекте много произошло событий. А в твоей жизни что-то произошло? Я произошел в моей жизни. Я стал гораздо меньше, и результат налицо. Ты стартовал на нашем проекте с весом... 147 килограммов. Твой текущий вес? 97,9 килограмма! Я перевалил эти сотни. Вот это результат. 33,4%. Влад, ты становишься лидером. Машенька, к сожалению, не нужно прощать нашим участникам. Передавай мне пост. А мы продолжим. Ева Звалинская живет в подмосковном городе Подольске. Ей 31 год. Ева рано стала сиротой. Лишившись родительской любви, девушка впала в уныние. Одиночество и вредная еда сделали свое дело. Мне было настолько больно, что я могла только есть. Я не помню свою жизнь. Я помню, что это была одна сплошная еда. Еда, как обезболивающая, чтобы не умереть от боли. Желание обрести любовь, стать единственной, неповторимой и желанной, привели Еву на проект. Ева Звалинская! Принцесса к нам пожаловать! Здравствуй, Юр. Ева, когда я смотрю на этих женщин, я вообще не понимаю, что между ними общего. Это я, только на несколько десятков килограмм больше. Давай распрощаемся с ней. Магически ее так. Заклинание какое-нибудь. Ева, уходи! Кстати, Ева, скажи, пожалуйста, почему ты решила выйти в короне? Корона, она для меня как символ моей личной победы. Я всегда хотела быть любимой, я всегда хотела принимать себя. И я пришла на этот проект для того, чтобы быть женственной. Ты действительно очень женственна и очень красива, правда? Ну а теперь давай узнаем, каких результатов тебе удалось добиться. В начале проекта твой вес составлял 123 килограмма. Твой текущий вес? 93,5 килограмма. Разница составляет... 23,98%. Ева, это очень хороший результат, но не лучший на сегодня. Влад. Да. Ты удерживаешь высшую строчку нашей турнирной таблицы. Мы продолжаем. Москвичка Анна Гривкова, 20 лет. Сложные отношения с мамой, смерть бабушки, единственного близкого человека, постоянные насмешки сверстников привели Аню в отчаяние. Я хочу, чтобы помимо того, чтобы меня поддерживали, чтобы меня еще любили, и чтобы хоть кто-то радовался тому, что я могу и смогу преодолеть сама себя, чтобы хоть кто-то радовался. На проекте Аня быстрее всех участников достигла веса менее 100 килограммов. Но даже это не заставило ее поверить в себя. Аня, когда ты добьешься этих 72 килограммов или 74, послушай, именно преодолев себя и достигнув этой даже маленькой математической цели, я тебе гарантирую, с тем, что есть у тебя, из этого соберется такой образ, такая супер Аня. Аня-леди. Аня Грибкова, встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Какая же ты прекрасная! А вот эту девушку я знать не хочу. Кто это? Аня, кто это? АПЛОДИСМЕНТЫ Это прошлое я. О, Господи! АПЛОДИСМЕНТЫ Денис, спасибо вам большое, что открыли для меня спорт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На наш проект Аня пришла с весом 112 килограммов. Твой текущий вес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, разница составляет... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Двадцать восемь целых и восемьдесят четыре сотые. Но это второй результат. АНечка, ты молодец. Проходи к нашим участникам, к тренерам. На двенадцатой неделе проекта наше шоу покинул очень яркий и целеустремленный человек. 36-летний шоумен Алексей Усков приехал на проект из Санкт-Петербурга. С первого дня Леша изображал из себя весельчака. Но лишь позже выяснилось, что он – клоун с осенью в сердце. И что большой вес для него – огромная трагедия. Я не ожидал, что это... Сейчас, подожди. Что за елки, Палкин? Ты держался же. Алексей заслужил уважение товарищей невероятным упорством на тренировках и в конкурсах, а также прекрасными результатами своего труда. По мере того, как уходили лишние килограммы, у Алексея появлялись и новые планы на жизнь. У меня была мечта – сделать себе маленькую ферму. Алексей Усков! Посмотрите, каким он был и каким он стал. У вас есть булавочка? Давайте я дам. Пук! И всё. Раз и насовсем. Раз и насовсем? Твоё слово – закон. Раз и насовсем. Всё, чтоб не видел. Лёшенко, а теперь серьёзно. Я всегда серьёзно. Я просто поменял полностью сферу деятельности. Чем ты теперь занимаешься? Теперь я занимаюсь сельским хозяйством. Раньше я был воздушным Карлсоном, а теперь я как раз приземлённый нормальный мужик. Ну давайте поаплодируем нормальному мужику! Ну а теперь давай поговорим о главном. Влад показал совершенно феноменальный результат. Лёша, ты стартовал на нашем проекте с весом. С сумасшедшим весом. 183 килограмма. Твой текущий вес. Лёша, ты стартовал на нашем проекте с весом. Блин! АПЛОДИСМЕНТЫ Е-Э-Э! Е-Э! 63,3 килограмма. Разве такое возможно? Давай посмотрим, сколько же эта разница составляет процента. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай посмотрим, сколько же эта разница составляет в процентах. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 34,59 процента! Лёшенька, я тебя поздравляю. Живу твою руку. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я хочу увидеть еще одного выдающегося участника нашего проекта. Леонова Оксана. 38 лет. Из Ростова на Дону. Пришла на проект, чтобы полюбить себя и вернуть молодость. Жир убил всю мою жизнь. Украл все, что было мне дорого. Падения и неудачи только подстегивали Оксану двигаться вперед. Беги! Давай, Оксан, беги! Оксана, не сдавайся! Оксана добивалась заветных результатов титаническими усилиями. Шла к ним маленькими шажками. Все, теперь только вперед. Я поняла, что самое главное – это нести себя с достоинством. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте, Оксана Леонова! АПЛОДИСМЕНТЫ Настоящая голливудская дива к нам пожаловала. Оксаночка, здравствуй! Здравствуй! Ты узнаешь себя? Узнаю. Это женщина-гусеничка, из которой появилась бабочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотим ли мы эту гусеничку видеть дальше? Нет, никогда. Так пусть тогда она прямо сейчас куда-нибудь уползает наверх. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Твой начальный вес составлял 118 килограммов. Твой текущий вес... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За время проекта ты показала разницу... АПЛОДИСМЕНТЫ 39 лет. Город Магнитогорск. На проект Митя пришел практически неподвижным, больным человеком. Его биологический возраст составлял 69 лет. Ужасно. Я оказался самый биологический старик среди всех участников. Можно так очень быстро прожить жизнь. Митя работал на пределе своих возможностей. С каждым днем все больше и больше увеличивая нагрузки. На отметке 5 часов ровно. Митя прошел 20 километров. С весом больше 170 килограммов. Это такое достижение. Блин, мы так гордимся с тобой, чувак. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Митя Кудрявцев. АПЛОДИСМЕНТЫ Ого-го! Митя, это фантастика. Я хочу тебе сказать, что ты гораздо круче, чем Илья Муромец. Конечно, Илья. Тут пролежал на печи 33 года. Чуть побольше. А ты целых 39. Ну, зато как сумел преобразиться. Парень, ты ничего симпатичный, конечно. Ну, ладно, стирай. Стираем? Не нужен нам такое больше. Нет. Стираем. АПЛОДИСМЕНТЫ Митя, а кто там сидит и плачет в зале? Ну, моя супруга, моя сестренка. Танечка. Скажи. Ну, что же вы так плачете? Я его очень сильно люблю. Митя, когда ты пришел к нам на проект, ты весил 219 килограммов. Твой текущий вес. 160 килограммов и 900 граммов. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай посмотрим разницу в процентах. 26,53. Митя, мне кажется, вот это победа, согласись? Это верно. Да. Ну, Алексей, я должна признать, что до сих пор, пока ты занимаешь высшую строчку нашей турнирной таблицы, остался всего один конкурент. Дима Абрамов, 21 год, город Коломна, работает поваром. На проект Дима пришел стеснительным, неуверенным в себе инфантильным маменькиным сыночком. Я скучаю, я каждый день думаю, чтобы у тебя все было так хорошо. Многие участники считали Диму недостаточно мотивированным и вскоре проголосовали за то, чтобы он покинул проект. Однако Дима получил второй шанс. АПЛОДИСМЕНТЫ Только вернувшись на проект, Дима понял, какие бы шансы не давала ему судьба, лишь от него зависит, как он ими распорядится. За свое будущее в ответе только он сам. Дима Абрамов! АПЛОДИСМЕНТЫ Дима Абрамов! АПЛОДИСМЕНТЫ Позвольте, а где Дима Абрамов? АПЛОДИСМЕНТЫ Это жаба, которая съела вот эту Диму Абрамову. Ладно, давай тогда ненастоящего Диму Абрамова, пожалуй, берем. Да? С удовольствием. Навсегда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Напомни мне, пожалуйста, как ты сам себя называл в самом начале проекта? По-всякому было и свинота, и жаробасина, а потом жаба. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь ты понимаешь, что к тебе это не имеет никакого отношения? Абсолютно. А как бы ты теперь себя назвал? Красавчик, стройняшка. Ого! Лань. Молодая Лань. Ого! Я смотрю сейчас на тебя. Я вижу настоящего, мужественного, красивого, целеустремленного мужчины. Но я знаю, что ты давал себе и мне, кстати, тоже обещание, что к финалу будешь весить... 85. 85 килограммов. Итак, Дима, ты пришел к нам на проект с весом... Сто двадцать семь килограммов. Твой текущий вес. Итак. Не томи, Юленька, не томи. Ей! 85 килограммов и 800 граммов. Мы не считаем эти 800 граммов. Я считаю, что ты справился. 85 килограммов – это главная цифра. Давай узнаем. Эти килограммы дают ли тебе шанс завоевать приз в 500 тысяч рублей? Разница в процентах составляет... Разница в процентах составляет... 32,44 килограммов. Дим, ну ты молодец. Спасибо тебе огромное. Хорошо, народ кончился. Леша, ты становишься обладателем нашего приза в полмиллиона рублей. Денис, Ира, я попрошу передать этот сертификат победителю. Среди выбавших участников – Алексею Ускову. 500 тысяч рублей! И вот, наконец, главное событие сегодняшнего вечера. Я приглашаю на сцену финалистов проекта «Взвешенные люди» – Максима, Петра и Весту. Ребята, настало время узнать, кто из вас станет победителем шоу «Взвешенные люди» и получит приз размером 2,5 миллиона рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, ребята, вы готовы к финальному взвешиванию? Я думаю, что сегодня вперед мы пропустим девушку. Веста, проходи. Не болей. АПЛОДИСМЕНТЫ Веста, ты стартовала на проекте с весом 123 килограмма. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, Веста. Твой текущий вес – 83 килограмма и 300 граммов. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй раз за проект 5 килограммов. АПЛОДИСМЕНТЫ За время проекта тебе удалось сбросить... АПЛОДИСМЕНТЫ 32,28%! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты доволен? Кто хочет взвешиваться вторым? АПЛОДИСМЕНТЫ Никто! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, Петя, ты пришел на проект с весом... ...сто пятьдесят пять килограммов. АПЛОДИСМЕНТЫ Помнишь ли ты? Сколько ты весил в тот день, когда стал финалистом шоу? Сто четыре и шесть. Сто четыре и шесть килограммов. АПЛОДИСМЕНТЫ Настало время узнать, каков твой вес. Ну что ж ты пищишь-то? Петя, твой текущий вес 97 килограммов и 100 граммов. Итак, Петя, за время нашего проекта тебе удалось сбросить 57,9 килограммов. Это, конечно, сумасшедшие цифры. Как бы там ни получилось, станешь ли ты сегодня победителем или нет. Для наших тренеров, да и для всех телезрителей ты герой, Петь. Я бы хотел добавить просто и сказать о том, что там как бы дальше ни сложилось. На самом деле здесь со мной вместе стоит, я считаю, мой новый друг во многом. Благодаря ему я здесь стою. Ну и, конечно, Веста. Это, безусловно, моя победа здесь, на этом проекте. Итак, тебе удалось сбросить... 37,35 процента! Макс, проходи на весы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, ты готов, Макс? Да. Тогда я хочу напомнить, что твой начальный вес на проекте составлял... 176 килограммов! Максим, вставай на весы. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Макс, твой текущий вес составляет 113,8 килограмма. Разница 62,2 килограмма. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Максим! В процентах твоя разница составляет... Максим! В процентах твоя разница составляет... 35,34 процента! Пётр, с разницей в 2,01 процента ты становишься первым победителем шоу «Взвешенные люди»! АПЛОДИСМЕНТЫ Петя! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Этот чек я подпишу сама. Итак, Петя, смотри внимательно. Выдать Петру Васильеву 2,5 миллиона рублей! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я приглашаю всех участников нашего шоу к нам сюда! АПЛОДИСМЕНТЫ Петя! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что вы были с нами всё это время! В нашем проекте нет проигравших, потому что все наши участники получили главное – здоровье, счастье, любовь, новые возможности, новую жизнь! И если мы помогли хоть чем-то и вам, значит, наша задача выполнена! Увидимся в новом сезоне! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...